Привет, меня зовут Айтан. Девушка по имени Ребекка задала такой вопрос. Почему невинные болеют и страдают? В чем смысл их страданий? Это интеллектуальная часть вопроса и дальше эмоциональная часть вопроса. Если твой ребенок из-за болезни и страданий говорит тебе, лучше бы я не родилась, это было бы лучшее для меня, что я могу ей ответить? И за что люди вообще страдают? Это очень хороший вопрос, его задают тысячи лет и будут задавать все время, я думаю, пока человечество живет. Это в принципе один из двух, пожалуй, самых сложных вопросов в жизни человека в принципе, на который вылили тонны чернил и сломали тысячи перьев. Второй, наверное, самый сложный, это если бог знает все, то как может быть свобода выбора, но он намного более интеллектуальный и не такой эмоционально нагруженный. Сначала поймем вопрос. Этот вопрос, это называется вопрос Теодицеи. Классически он звучит так в философии, почему прекрасный добрый бог создал недобрый мир. Есть какое-то несоответствие, в общем. В иудаизме он чаще всего звучит, почему бывает, что праведники страдают, а на языке эмоций он чаще всего звучит, почему невинные дети рождаются больными или умирают. Также можно спросить, почему Йов страдал и сидел в бочке, не способный шелохнуться. Можно спросить тот же самый вопрос, где был бог во время катастрофы. Это все абсолютно один и тот же вопрос, просто в разных формах. Где причинно-следственная связь, ведь за хорошее должно быть хорошее. Почему сделал хорошо и будет хорошо не работает, как в математике дважды два-четыре всегда. Почему награды и наказания не работают так же, как математика имеет множество правил со звездочкой, а вот этот вот шрифт примечаний под звездочками и исключения, он иногда такой мелкий, что мы вообще иногда не можем его прочитать. Ответ на этот вопрос в коротком видео – это глупая затея, ведь многим на него не хватает целой жизни, потому что он очень сложный, но именно сейчас я этой глупой затеей и займусь, так что заранее извиняюсь. Маленькое важное введение – невозможно ответить на все детали, в принципе, ни в чем в мире. Почему масса создает гравитацию? Почему сумма углов треугольника не 197, а 180? Как говорил Ньютон, что все, что я узнал в этом мире и про гравитацию, я себе самому напоминаю ребенка, который играет на берегу океана с ракушками, а потом он подходит к этому бесконечному океану, и вот я могу туда макнуть только палец. Или, например, вы можете объяснить, что такое красный? Или что такое баланс? Человеку, который никогда не видел красный или никогда не катался на велосипеде. Этот мир, данным только в низком разрешении, невозможно постить все. Это не оправдание, чтобы не ответить на вопрос, это просто понимание ограничений нашего разума. Наш разум ограничен и невозможно понять все. Мы по определению не знаем, почему что-то давно взорвалось, почему есть мир, почему есть жизнь, почему потом она должна умереть, почему есть сознание, и почему вдруг кусок материи, состоящий из абсолютно тех же самых атомов, из которых состоит камень, в какой-то момент решил, что я – это я, и я отдельная личность. И сам мир ограничен тоже. Невозможно улететь в космос на тюбике пасты, нельзя штопором сделать стрижку и так далее. Мир ограничен. Есть ограничения на мире и на нашем разуме, и если в готовке еды или вождении автомобиля можно об этом не сильно париться, в таком важном и сложном вопросе без понимания вот этого момента никуда. Без интеллектуальной скромности, устранения какой-то вот этой гордыни интеллектуальной и веры во всемогущество разума и смирения. Также говорит Рамбом, что мы можем понять, зачем есть муравьи, но почему сейчас именно этот муравей залез мне в штанину и меня, может быть, укусил, мы ответить не можем. Бог знает, мы – нет, так как разум ограничен и имеет низкое разрешение. У Бога разрешение бесконечное, мы вынуждены довольствоваться не самым большим. Кто хоть немного занимался умозрением, знает, что если до конца задавать про любую тему вопрос «почему?», 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 то в итоге любой цепочке логической атеисту придется ответить по кочану, а человеку, живущим в парадигме существования Бога, потому что таково было желание Всевышнего. И уж тем более в вопросе, который на 100% не понял никто из живущих. Например, в еврейской традиции есть такое понятие, как 50 врат мудрости, и вот эти 50-е врата – это вопрос, почему праведники страдают, и ответ на этот вопрос не понял даже, не знал до конца даже сам Мошера Бэйн. Он знал общие принципы, но почему именно вот этот праведник страдает, он ответить так же до конца не мог. Можно получить общее направление ответов, и дальше каждый понимает и видит количество пикселей разрешения, соответствующее, в соответствии со своим уровнем. И дальше, как говорят, и понимающий поймет, и знающий умножить знания. Итак, пункт первый – про смысл. В чем смысл? Смысл испытаний. Был такой человек, его звали Виктор Франкл, он придумал направление в психологии, она называется логотерапия. Идея – это просто вот ключевые идеи, которые я сейчас хочу сказать, коротко. При испытании ты доходишь до своей сути, когда остается, как он говорит, вот в концлагерях он был, и прошел через них через Холокост, там оставалось только наше голое существование, и только то, что ты сам, как личность, из себя представляешь. Это первый такой тезис. Второй момент – это что смысл каждой жизни в конечном счете – смысл. Это потрясающая индивидуальная вещь, и каждый в итоге ищет его сам. Есть общие понятия, общие ответы, но конечный смысл своей жизни каждый должен найти сам, по-взрослому и не надеясь на других. Подробнее читайте это в книге «Человек в поисках смысла» и про логотерапию. Идея такова – только на пределе ты можешь узнать, на что ты способен. Например, как если в контексте отношений. Человек и его отношение к другому – это не когда он влюблен. Это когда проблемы, ссоры, сложности, конфликты человек тогда проявляется по-настоящему. Еще также в иудаизме говорят, что человек проявляется в трех «к» – в его кармане, в его гневе и в стакане. Когда от него нужно денег, когда он разгневан, по-настоящему вылезает твое содержание, и когда он выпьет. Вот тогда лезет из человека его содержание, и вот на этих моментах мы видим сущность человека. Или, например, какой ты водитель, можно узнать только в критической ситуации, когда все выходит из-под контроля, а не когда ты едешь, не знаю, 30 км в час по швейцарской дороге. Мой знакомый, например, убегает с бесившейся лошади и перепрыгнул через огромный забор. Он не знал, что это может. Тогда он познакомился с новым собой, со своими новыми возможностями. Также есть девушка, известная ситуация, что машина поехала на ее ребенка, она эту машину подняла голыми руками. Просто девушка такая, обычная девушка. И теперь испытание Авраама, дальше говоря про испытание. Испытание Авраама, это вот такая архетипическая ситуация. И вот часть смысла страданий. Превзойти себя, познакомиться с собой. Человек хочет гомеостаз, он хочет все стремиться к состоянию покоя. Если все окей, то зачем что-то менять? Страдание выжимает из человека потрясающий, скрытый в нем потенциал. Как говорил один раввин, очень харизматичный, он говорил, «Разве если давить лимон, может не потечь сок? Разве можно накачать мышцы, не разрушая их с помощью гантелей? Они же рушатся там, когда ты их качаешь, а потом становятся сильнее. Веревка никогда не рвется там, где уже сделали узел». Итак, испытание, оно выжимает из человека его скрытый потенциал, когда он может познакомиться с собой новым, и вот что вытаскивает из человека его потенциал. Это первый момент, это первый момент. Второе. Я, кажется, никогда не рассказывал вот эту свою личную историю на камеру, и, наверное, не буду делать этого подробно, но у меня лично в жизни был период, когда я будто жил вот в личном Холокосте. Год. Рухнула моя вся система ценностей, все мои ожидания и взгляды от мира, от людей, от себя, рухнули отношения, все надежды на будущее и в отношениях, и в финансах, во всем. Я вот тогда будто умер и попал в ад просто. Но боль смерти – это боль нового рождения. Я бы ни за что не хотел сам туда вернуться, но глядя назад, я думаю, что это было лучшее, самое ценное время в моей жизни. И я с тех пор реально считаю, что до тех испытаний я не жил по-настоящему, и это дало мне смысл в жизни больше, чем что-либо другое. И вообще теперь я считаю, что человек, который не прошел через что-то тяжелое и через испытания, он пока что только полуфабрикат человека. Он еще в жизни не понюхал, и с собой он вообще не знаком, и его система ценностей – это просто собранная солянка из мнений его родителей, мультиков, фильмов, друзей, маркетологов, постов из Инстаграма, какого-то его ближайшего круга общения, такая свалка, которая никогда не проходила проверки на выдержку реальности, реальности, то есть на соответствие реальности. Это человек без мнений и позиций, это еще не личность. В страданиях выковывается личность, это раскопки своего «я», вытаскивание своего потенциала, становление собой, знакомство с настоящим собой. И мы очень сильны и способны на то, чего мы вообще не подозревали. Мы просто невероятны. Это второй пункт. Третье, главное, мировоззренческое отличие, чтобы ответить вообще на этот вопрос. Эта жизнь, она нужна для кайфа или для смысла? Если для смысла, то тогда испытания необходимы. Испытания, сложности, проблемы, зло. Итак, первый вариант – мир для кайфа. Тогда получается, что этот мир – это и есть цель. Если этот мир и есть цель жизни, то тогда, в принципе, цель – она простая. Успеть кайфануть до момента дедлайна. То есть надо просто успеть накайфоваться за ту жизнь, за те годы, которые ты живешь. Но если вы просто посмотрите на историю человечества, а иногда и на людей вокруг, или на собственный опыт, я думаю, эта теория, она сразу разобьется в щепки. Да и вообще не нужно быть математиком, чтобы осознать, что через 80-100 лет ни одного живущего сейчас человека, и все, кого вы знаете, их не будет. Все кончается дедлайн. Люди как-то очень боятся говорить вообще про смерть. Эта тема сейчас как-то табу, еще хуже, чем говорить про черных. Но, по-моему, это одна из важных тем. Это так в скобочках. Теперь второй вариант. Второй вариант – это что этот мир и удовольствие – это не самоцель. Это средство для чего-то большего. И что наше сознание и чувство – не просто результат химической деятельности мозга, а это что-то большее. И сознание не умирает со смертью тела. Этому есть логические и также эмпирические доказательства. Например, некоторые на Востоке могут физически умереть на 37 дней. У них не работает мозг. Их там просвечивают под... Мозг их просвечивает. А потом они через 37 дней... У них в сердце не бьется. Они потом просыпаются, и при этом их сознание работало, они рассказывают, что они видели. При полном отсутствии функционирования тела. То есть сознание – это не только мозг. Ну и плюс вообще нельзя доказать, что чего-то нет. И уж точно про нематериальный мир. Потому что как можно материальными методами досказать отсутствие того, что им по определению не подчиняется. Итак, теперь про сознание. Картинка такая. Сознание освобождается от оков тела после смерти. И как ракета, поднимаясь все выше, она скидывает ненужные материальные куски. И остается только голова, ну, верх, в котором сидят люди. Это как сознание. И там она уже вне гравитации летит без ограничений, с любой скоростью. Так и человек. Все усилия, испытания, которые он прошел, все топливо, которое он здесь сжег, все усилия, которые он сделал, чтобы преодолеть гравитацию для взлета, дают ему скорость и свободу, когда он вылетит из мира гравитации и испытаний, когда его тело и материальный мир больше не ограничивают. Если есть мир внематериального, неограниченный, бесконечный, тогда все испытанное и прожитое здесь конвертируется в бесконечность, и все испытания обретают бесконечный смысл. Да и вообще вопрос вот этот задали, в чем смысл страданий? А любой человек, который хоть раз говорил слова «зачем» или слово «смысл», он верит в Бога, хочет он того или нет. Потому что в мире без Бога нет причины, нет целей и в принципе не может быть смысла. И тогда сам вопрос про смысл лишен смысла. Само понятие «смысл» значит, что есть что-то вне того, что происходит сейчас, ради чего все нужно. И еще маленькое примечание вот сюда насчет кайфа или целей и смысла. В мозгу есть в принципе всего только два контура наслаждения. Один контур наслаждения – это гедонический, второй контур – это смысловой. И все основное наслаждение в жизни человек получает из смыслового контура. Наслаждение, контур гедонический – это вот поесть, поспать, все удовольствия, которые мы получаем через пять органов чувств. Контур смысловой – это значит, что я делаю что-то сейчас, не получая, возможно, непосредственного наслаждения от этого, но то, что я понимаю, зачем я это делаю, вот это дает самое большое наслаждение и работает на весь вот этот контур. Какие-то примеры, представьте себе, прилетает марсианин на землю, и ему показывают первым делом вот такое вот маленькое окошечко из спортивного зала, а там такой качок огромный делает тягу, как это, становую тягу, да, так это называется. Делают вот эту становую тягу, теперь, и он видит только его лицо. Что он видит? Он, ну, он подумает, что этого человека его пытают, бьют, но правда в том, что… А правда в том, что этот человек мало того, что он получает сейчас наслаждение, он за это еще и платит, вот за то, что выглядит как страдание. И второй пример, как несут несколько человек камни в гору и спрашивают у одного, зачем ты это делаешь? Он говорит, меня заставляют. Второго спрашивают, он говорит, не знаю, зачем? Второго спрашивают, зачем? Он говорит, не знаю. Третьего спрашивают, зачем? Он говорит, я там строю дом, дом для своей жизни. Или там храм, третий храм Иерусалимский я строю. Если есть смысл, зачем ты это делаешь, то все испытания и все, что ты делаешь, приобретает смысл. Если ты знаешь зачем, то ты можешь преодолеть любое как. И вот после всего этого, пункт четвертый, картина мира, которая объясняет, зачем нужно зло в этом мире. Зачем Бог создал зло? Почему добрый Бог создал страдания в мире? Где знак равно? Добрый Бог равно добрый мир. Очень логично получается. Можно просто от этого вопроса отмазаться, сказав, потому что он злой, или что его нет. Злой ответ не очень проходит, потому что Бог по... То есть злой мир обозначает, что Бог злой. Не обозначает, почему? Потому что Бог по определению может все, значит, он может, будучи добрым, создать свою полную противоположность. Более того, то, что он создал что-то полностью противоречащее самому себе, есть доказательство того, что он все может. Это вообще лучшее доказательство того, что он может все. То, что его нет, это отдельная тема. Я уже делал про нее курс в плейлистах на фейсбуке, на Вайкра, о доказательствах Бога. По-простому, ничто в мире не является причиной самого себя. Значит, у всего материального мира, у которого есть начало, а у всего материального есть начало, есть причина до этого начала и до материи, которая принципиально находится вне ограничений материального мира и вне ограничений вообще. Вот, это про варианты отмазок. Если не отмазываться, то почему есть зло в мире? То это из-за человека. Точнее, из-за цели, ради которой человек помещен в этот мир и зачем душа сюда спускается. Очень коротко формула такая. Бог равно добро, и он хотел дать человеку абсолютное добро. Абсолютное добро – это он сам. То есть, он хотел дать человеку самого себя. Теперь, в физическом мире близость равно расстояние. Чем меньше расстояние, тем ближе. В духовном мире близость равно сходство. То есть, вам, например, легче всего общаться с людьми, с которыми вы сходитесь по ценностям. И вы можете очень далеко друг от друга находиться, но при этом любить друг друга, несмотря на то, что физически вы не близко. Потому что есть духовный резонанс. Стать ближе к Богу равно ему быть похожим, значит, ему уподобиться. Уподобиться Богу. В этом вся идея, что нужно уподобиться Всевышнему. Получается, что, чтобы получить добро, нужно быть подобным самому Богу. И вот тут возникает проблема. Если Бог даст пассивному человеку абсолютное добро и наслаждение в подарок, человек будет на 100% получающим, и он будет 100% противоположностью Бога. Это как бедняк, получающий милостыню. И это же создает стыд, что ты получающий, и ты это не заработал. Или это как получить медаль за отвагу, или за спасение 40 человек из пожара, при том, что ты этого не делал. И, может быть, ты наврал вообще про это. Награды не соответствуют действию, если тогда есть стыд. Так вот, если человек получает все в подарок, он полностью противоположен дающему Богу. Он получающий на 100%, и Бог дающий на 100%, он вообще не близок, они максимально разные. Получается, человек максимально далек от уподобления Богу, и он далек от добра. И тогда есть только один путь. Создать мир, вот этот вот наш маленький материальный мир, с ограничениями и злом, где человек сам станет причиной своего добра, своего совершенства, своего достоинства и своих качеств. Сам создаст себя этим, и уподобляясь дающему Богу, который является причиной самого себя. И исправляя проблемы в этом мире, злое начало в себе, и проблемы, и поломки, все, что есть в окружающем мире, именно и только благодаря этому он сам может сделать себя лучше, преодолевая препятствия, преодолевая гравитацию, которую Бог специально создал, чтобы человек сгенерировал самого себя, и свое добро, и свое совершенство. И это смысл всего зла, но оно нужно только для того, чтобы человек смог сгенерировать вот это добро и уподобиться вечному генератору добра. А уподобляясь ему, он может получить, а вот как раз уподобляясь ему, он и может начать получать его бесконечное добро. Этот мир – это средство, это коридор, где есть зло, гравитация, проблемы, ограничения, смерть, и вот этот коридор ограниченный, он ведет в зал бесконечного Бога, и именно он это делает, этот мир, и только так алгоритм работает. Зло должно быть, и оно служит вообще высшей цели, оно служит для раскрытия добра. Вопрос, сколько его… Следующий вопрос, то есть это все, точка. Теперь вопрос следующий, сколько его должно быть, то есть насколько вот этот тумблер страданий, он должен быть выкручен там, от одного до десятки, грубо говоря. Насколько, то есть сколько будут жить люди, сколько человеку отведено лет жизни, сколько страданий выпадут на его судьбу, насколько сильно, во-первых, это зависит от того, сколько человек может пройти, и насколько это поможет ему в раскрытии его потенциала, а во-вторых, в принципе, насколько вот этот тумблер выкручен в рамках всего мира, ответ на этот вопрос уже только в руках самого Всевышнего, мы вряд ли можем ответить на него исчерпывающе как-то. Подробнее, кто хочет с этой темой разобраться, добро пожаловать, в YouTube заводите Саврасов Дерех Ашем, и там первые лекции, с первой по пятую, и основные это четвертое и пятое, о цели творения, там это разбирается, вся тема подробно. Человек хочет минимизировать страдания и получать максимум удовольствия, но в конце концов он создан не для этого. Раби Акива однажды сказал своему учителю, который был при смерти, и он не знал, зачем он вообще живет, и в чем сейчас его смысл, он не может никак служить Богу, не учить Тору, ничего делать, и его другие ученики начали говорить ему, что, ну, вспомни, какой ты был, да ты свет для всего Израиля, вспомни, сколько ты выучил, сколько ты сделал, но у него был вопрос, а сейчас что? И Раби Акива ему ответил, что и в страдании, и в бездействии есть смысл. И он попросил Раби Акиву подойти и прислушивался к нему. Окей, теперь мы разобрали картину мира, сейчас я хочу дать еще небольшое примечание, такое чуть-чуть уже мистическое. Немного легче ответить конкретно, вот, например, про детей, если подключить тезис о перерождении души и немножко мистики. Ну, тут снова напомню об ограничениях нашего разума и больно много ли мы знаем. Так вот, классическая история на эту тему, например, такая, что ребенок умер от обрезания или сразу после него, и мама в горе приходит к Равину и спрашивает, за что? Ответ, это длинная красочная история, я просто вам, как бы, логическую цепочку из нее говорю, ответ он дает примерно такой, что этот ребенок в прошлой жизни, он был гением, он прожил великолепную жизнь, он помог множеству людей, сделал массу заповедей и так далее. Но по каким-то причинам ему не сделали обрезание на восьмой день в соответствии с еврейским законом, и теперь он пришел вот в эту жизнь допрожить один маленький пазл до получения абсолютного полного совершенства и восполнения своей жизни, реализации своего потенциала. И вот теперь, когда он прожил вот эти вот восемь дней, мы сделали обрезание на восьмой день, он теперь вот просто восполнил целиком свою миссию и свое совершенство в этом мире, и теперь он свободен полностью. Это для мистиков. Давайте подведем итоги. Мы сказали о наших ограничениях, о смысле испытаний, о моем личном опыте, о жизни ради кайфа или ради смысла, и о двух мирах, и о мозге. Мы сказали четвертое о смысле существования зла в этом мире, и что оно и есть главный инструмент осуществления целей человека, и получения абсолютного добра, и чуть-чуть поговорили о путешествиях души. В общем, есть много ответов и смыслов, почему есть в мире цунами. И поверьте мне, это вообще не все, которые я здесь попытался дать. Почему есть страдания и зло? И можно даже попытаться ответить, почему вот этот цунами смыло именно эту территорию, или именно этот город, или этот народ. Но часто, почему именно этого человека, иногда мы можем это ответить, и увидеть, что он был злодей, и это за что-то ему, и что все вот сходится, его действия с наказанием, или действия человека с его наградой. Но обычно, вот на уровне такой детализации до маленьких действий и до конкретных жизней, такое четкое разрешение может либо иногда получить сам человек про себя, либо, в принципе, иногда оно есть только у Бога. В общем, у Бога есть разрешение в 1080, в 4К, в 8К. Нам часто приходится довольствоваться 720, и разрешению 720 пикселей это нужно тоже хорошо понимать. Как говорят, не спрашивай о том, что наверху и что внизу. Это пишут, говоря о попытке познать самого бесконечного Бога. Что знай свой предел. Как 4 мудреца вошли в пардес, и только один из них вышел с миром. Есть вещи, которые человеку не потянуть, не понять, и кто-то из этих великих мудрецов, войдя туда, сошел с ума, а кто-то вообще умер. Есть вещи, нужно понимать ограничения нашего разума. Я не могу сказать, по какой конкретно причине этот конкретный ребенок страдает. И, видимо, это не мог сказать Яни Моше, да, и Моше, видимо, не мог этого сказать до конца, потому что он тоже не Бог. А помимо этого, еще нужно что знать, у всего есть множество причин. Никогда нельзя дать ответ, что это произошло вот по этой одной причине. Нету одного ответа на любой вопрос. Я, например, здесь сижу, почему? Потому что меня мама родила. А еще потому, что был Адам. А еще потому, что законы притяжения и электродинамики сейчас грамотно и стабильно работают. А еще потому, что кто-то задал этот вопрос. А еще потому, что у меня сейчас, слава богу, сердце стучит. А еще потому, что метеорит не упал. И потому, что мне было что поесть сегодня. Я мог бы, наверное, год перечислять причины, их бесконечное количество. Этот мир слишком сложный и про все можно получить только общие ответы. Это всегда переплетение множества причин. Это тоже нужно понимать. Но поскольку сознание не ограничено телом, когда оно перестает нам мешать, мы увидим великий свет, проливающийся на все наши вопросы. И как в концовках фильмов или в истории с Йосефом и его братьями, когда в конце вся история разворачивается и становится понятно, почему все происходило до этого. И так же будет при приходе Машеаха. Как в концовках фильмов, мы увидим, зачем нужны были все запутанные эти сюжетные линии. Но тут, как в кино, ты не узнаешь, пока не досмотришь до конца. И еще здесь нужно сказать, что дуракам середину дороги не показывают. Кто хочет прямо все ответы, должен научиться и смирению, и терпению. Я понимаю, это самый больной, самый личный, при этом самый сложный вопрос в мире, но искренне надеюсь, что эти общие направления ответов и моя глупая затея помогут кому-то больше понять о природе страдания и о природе смысла. Я боюсь, я вообще не лучший утешитель, но и не очень могу ответить на эмоциональную часть этого вопроса. Да и вообще, когда, к примеру, со страдающей матерью, с ней можно только сесть рядом и сострадать, давая ей возможность излить все горе, которое у нее есть. Но я вроде бы немного умею думать и надеюсь, что для вас я сегодня что-то прояснил в вашей жизни, ответив на вопросы смысла и вопросы страдания, и почему зло и страдания есть в этом мире, и почему и зачем нужны нам испытания, ответив на логическую часть этого вопроса. Большое спасибо. Пока.